Здравствуйте! На этом уроке я расскажу, возможно, о самом важном понятии в нашей жизни. И очень может быть, что знания, которые вы получите на этом уроке, спасут вас однажды от банкротства. Итак, мы рассмотрим с вами сегодня понятие процентной ставки или процентов. А также мы поговорим о простой и сложной процентных ставках. Что такое процентная ставка? Вы, вероятно, слышали о процентных ставках, об ипотеке. И, возможно, вас интересовало, какие проценты ваши родители платят за вашу кредитную карту. Или вы сами, если у вас она уже есть. Честно говоря, я не знаю формулы и определения для процентов. Чтобы это выяснить, мне надо посмотреть в Википедии. Но проценты – это сумма, которую вы платите за пользование кредитом. Другими словами, вы платите деньги за то, что берете какую-то сумму в долг на определенный период времени. Это, конечно, не самое четкое определение, но давайте разберемся. Допустим, я хочу у вас занять 100 долларов. Это настоящее время или, коротко, сейчас. А это, предположим, год спустя. Вот это вы, это я. Вы занимаете мне сейчас 100 долларов. У меня эти деньги остаются на протяжении года. И если я отдам вам 100 долларов спустя год, то вы не получите никакой доплаты. Я вам просто отдам эти 100 долларов. Вы не получите никаких процентов. А теперь рассмотрим другой вариант. Допустим, вы заняли мне сейчас 100 долларов, а через год я отдам вам 110 долларов. Сколько я вам заплатила за то, что держала у себя эти 100 долларов на протяжении года? Я заплатила 10 долларов, поскольку я вернула вам на 10 долларов больше. Я вернула 100 долларов и еще 10 долларов. В принципе, 10 долларов – это плата за то, что я держала ваши 100 долларов у себя. И я могла делать с ними все, что угодно. В течение этого года я могла их просто хранить или куда-нибудь инвестировать. 10 долларов – это и есть проценты или процентная ставка. И если мы подсчитаем, то можно выяснить, сколько процентов от 100 долларов составляют 10 долларов. А эти деньги, которые я занимала в банковской терминологии, называют телом кредита. Процентная ставка в данном случае составляет 10 долларов. А если мне надо найти процентное отношение, то мне необходимо 10 разделить на тело кредита, то есть на 100. И в результате я получу 10%. Вы можете сказать мне, что одолжите мне 100 долларов только в том случае, если я вам еще отдам 10%. Поскольку 10% от 100 долларов – это 10 долларов, то помимо 100 долларов я должна еще отдать вам 10 долларов. Вы можете занять любую сумму денег под 10%. Например, вы занимаете мне 1000 долларов под 10%. Тогда через год мне надо будет вернуть вам 1000 плюс 10% умноженных на 1000. То есть 1100 долларов. Я здесь везде допишу нолик. Как видите, я должна уже заплатить 100 долларов, хотя процентная ставка не изменилась. Она так и осталась 10%. Теперь мы определим разницу между простой и сложной процентными ставками. Мы только что рассмотрели довольно простой пример. Вы мне заняли денег на 1 год под 10%. Теперь рассмотрим другой пример. Итак, процентная ставка составляет, предположим, 10% в год. Это хорошее число. И я собираюсь взять взаймы. У кого-то 100 долларов. То есть тело кредита равно 100 долларов. И теперь вопрос. Сколько я буду должна, допустим, через 10 лет? Есть два варианта ответа на этот вопрос. Давайте рассмотрим первый вариант. Итак, сейчас мне заняли 100 долларов. Сейчас я обозначу как 0 лет. Хорошо? Через год я должна буду отдать… Мы только что рассматривали аналогичный пример. Помимо 100 долларов, еще 10% от 100 долларов. То есть 110 долларов. А еще через год мне надо будет отдать еще 10% от исходной суммы. Другими словами, с каждым годом мне придется отдавать на 10 долларов больше. Следовательно, через 2 года мне надо будет отдать 120 долларов. А через 3 года – 130 долларов. Моя процентная ставка равна 10 долларов в год. Это и есть 10% от исходной суммы. Таким образом, через 10 лет я должна буду отдать 200 долларов. 200 долларов – это тело кредита плюс процентная ставка. То есть 200 долларов – это 100 долларов плюс 100 долларов. Вот это понятие процентной ставки, которое я использовала в данном случае, и называется простой процентной ставкой. Другими словами, простая процентная ставка – это когда вы каждый год платите 10% от исходной суммы. Если вы внимательно посмотрите, то поймете, что с каждым годом вы платите все меньше и меньше процент от той суммы, которую вы должны именно в том или ином году. Возможно, если я вам покажу пример сложной процентной ставки, то вы все поймете. Итак, это был первый вариант. Теперь рассмотрим второй вариант. Здесь аналогично. 0 лет – 100 долларов. Через год мне надо отдать 100 долларов и еще 10% от 100 долларов, то есть 110 долларов. Итак, это 100 плюс 10% от 100 долларов. Я, пожалуй, возьму другой цвет. До этого момента варианты с простой и сложной процентными ставками совпадают. А теперь посмотрим, что происходит, если у нас сложная процентная ставка. Мы берем 10% не от исходной суммы уже, мы берем 10% от новой суммы, которую мы должны уже через год. Т.е. вот от этой суммы, от 110 долларов. Следовательно, через 2 года я буду должна 110 плюс 10% от 110 долларов. И мы можем вынести 110 здесь за скобки. Следовательно, 110 умножить на 1 плюс 0,1. Это 110 умножить на 1,1. И это равно 100 умножить на 1,1 в квадрате. И это равно 121. Таким образом, новое тело кредита равно 121 доллару. Итак, это мой долг через 2 года. А сколько же я буду должна через 3 года? Через 3 года мне придется отдать 1 умножить на 121 плюс 10% от 121 доллара. Другими словами, я буду должна 121 доллар, новое тело кредита, плюс 10% от нового тело кредита, т.е. от 121. Здесь лучше поставить скобочки. Допустим, здесь у нас 1. Следовательно, это выражение 1 умножить на 121 плюс 10% от 121 можно записать следующим образом. 1,1 умножить на 121, или это равно 100 умножить на 1,1 в третьей степени, т.е. 100 умножить на 1,1 в третьей степени. Если мы продолжим в том же духе, то через 10 лет я буду должна следующую сумму – 100 умножить на 1,1 в десятой степени. И чему же это равно? Давайте я посмотрю в Excel. Итак, 100 умножить на 1,1 в десятой степени будет равно почти 259 долларам. Таким образом, через 10 лет я должна буду отдать 259 долларов. Как видите, ответы получились разные. Простая и сложная процентные ставки тоже отличаются друг от друга. Итак, если я начисляю каждый год сложную процентную ставку в 10%, то через 10 лет я буду должна 259 долларов. А если я начисляю простые проценты, то я буду должна всего-навсего 200 долларов. Таким образом, сумма, которую мы получаем при начислении сложной процентной ставки, больше суммы, чем которую мы получаем при начислении простой процентной ставки. Надеюсь, все было понятно. На сегодня все и до скорой встречи!